Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 7.00 по GMT ждем статистику по промышленному производству и темпам экономического роста Англии. Далее в 8.00 состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. В 13.30 важнейшие релизы дня. Это данные из США по ронщичным продажам и первичные заявки на пособие по безработице. С одной стороны, мы сможем оценить динамику потребительской активности. Это своего рода компонент, который влияет на разгон инфляции. С другой стороны, первичные заявки на пособие по безработице – это все данные о рынке труда, которые, как мы знаем, тоже имеют очень большое значение для Федрезерва при принятии вопросов, которые связаны с курсом денежно-кредитной политики. И под закрытие торговой сессии в 14.15 по GMT ждем также статистику по промышленному производству США. Давайте по порядку. Индекс доллара 104.60. С азиатской сессии интерес к доллару снова растет и, я думаю, что в конечном счете при поддержке сегодняшнего блока макроэкономических отчетов доллар сможет забраться повыше. Наша цель долгосрочной остается прежней. Нам нужно достичь планки 105 пунктов и потом уже прикинуть, достаточно ли будет сил у покупателей, чтобы отправиться выше. Но достижение цели 105 – это, на мой взгляд, абсолютно понятный ориентир, который точно сделают покупатели. Точно так же, как некоторое время назад у нас была цель на отметке 5000 пунктов по СНП. Мы были уверены, что независимо от фундаментального фона, просто так рынок устроен на наличие какого-то инерционного движения и при малейшей поддержке новостей покупатели смогут добиться того, чтобы достичь указанных ценовых ориентиров. Рынок продолжает анализировать данные по инфляции. Ну, собственно, мы тоже напомним, что инфляция в США в прошлом месяце снизилась с 3,4 до 3,1%. Но куда более важный индикатор для Федрезерва – это базовый инкспотребительский цен, без учета стоимости и цен на продовольственные товары и энергоносители остался на прежнем уровне 3,9%. Поэтому делаем абсолютно логичный оправданный вывод, что более высокая инфляция на данный момент времени позволяет Федрезерву сохранять статус СОКО. В ожидательную позицию дождаться большего количества макроэкономических данных, прежде чем объявлять победу над инфляцией. В ожидательной позиции – это значит сохранение высокой процентной ставки на уровне 5,5 и, безусловно, низкая вероятность того, что что-то изменится со ставкой на ближайших двух заседаниях. Достаточно открыть инструмент инфайдового чтула, и сейчас вы сможете убедиться, что и в марте, и в мае вероятность снижения ключевой процентной ставки настолько незначительной, что, скорее всего, даже не последует. Поэтому на данный момент в текущих условиях доллар, конечно же, сохраняет достаточную поддержку. И сегодня, после релиза по первичным заявкам и роничным продажам, если статистика не разочарует, ожидаю хорошие цифры, в частности, допуская, что роничные продажи могут вырасти в диапазоне от 0,1 до 0,2%, а первичные заявки останутся ниже 220 тысяч обращений. Это может придать дополнительное ускорение доллару. Также на стороне покупателя американской валюты доходность трежерис, десятилетних облигаций, которые держатся на уровне 4,23%. Параллельно предлагаю перейти на золото, сейчас котировки 1991, укрепляющийся доллар, высокие показатели доходности трежерис и сантимент. Это прям гремучая смесь, когда складываются все условия, то мы, конечно же, транслируем идею того, что нужно действовать против толпы. Сейчас толпа 75% находится в покупках, поэтому ожидаем дальнейшее снижение золота к целям 1970 и, кто знает, друзья, может быть, даже к более низким ценовым рубежам. Доллар и иена 150.15. Ранее мы заработали на восходящем ралли этого дуэта финансовых активов, потом зафиксировались, и я предложил вам подождать, пока рынок разовьет коррекцию, может быть, вернется в район 150, и там уже будем думать, стоит ли снова заходить в ланги по этому инструменту. В частности, статистика, которая вышла несколько часов назад, это данные по ВВП о Японии. Данные оказались плохими. И здесь нужно признать, что японская иена валюта явно утратила какую-либо национальную, фундаментальную поддержку. Темп экономического роста в четвертом квартале минус 0,1%. Прогноз предполагал повышение на 0,3%. В годовом выражении показатель ВВП просел на 0,4%. Вербальные интервенции со стороны Минфина не очень-то помогли. Я считаю, что коррекция на 60 пунктов – это не следствие воздействия интервенции, пусть даже вербальных. Как правило, они оказывают куда более серьезный резонанс для финансовых рынков. Рынок откатил, сантимент по-прежнему дает очень качественный сигнал того, что нужно купить эту валютную пару. Я, знаете, дождусь сейчас тестирования поддержки 150 и рискну, попытая удачу, снова в лонгах. Доллар Канаде с 1,3544 наконец-таки, друзья, к снижению перешел и рынок нефти. Поэтому идеальные условия для дальнейших лонгов и цели 1,3650. Нефть напрямую влияет на перспективу канадского доллара, потому что нефть – это один из основных экспортных ресурсов канадской экономики. Британская валюта фунт против доллара 1,2563. Так я и не созрел на открытии длинных позиций, хотя очень хотелось, потому что делал большой акцент на фундаментальный фон. Но сейчас у нас следующая ситуация. Рынок труда, да, не разочаровал в начале недели. Но вчерашние данные по инфляции совпали с значениями прошлого месяца, точнее, позапрошлого месяца, хотя аналитики прогнозировали увеличение роста индекса потребительских цен. Базовая инфляция осталась на отметке 5,1%, основной показатель потребительских цен 4%. То есть то, что инфляция не выросла, да, можно сказать, что это все-таки отчасти можно использовать в качестве аргумента для Банка Англии, чтобы не очень заигрываться с жесткой риторикой и высокими процентными ставками. Но при всем уважении сейчас к фунту и текущему фундаментальному фону, скорее всего, основным триггером для этого инструмента, этой валютной пары, так же, как и для других инструментов рисковых активов валютного рынка, останется доллар. И здесь нечего противопоставить. Если американская валюта сегодня продолжит восходящее движение, фунт тоже будет под давлением. Евро против доллара 1,0725. Ждем снижения уже ниже отметки 1,07. Данные по еврозоне, по ОВП, в соответствии с позапрошлой оценкой, то есть финальной цифрой, в годовом выражении рост на 0,1%, экономика смогла миновать себя рецессию. Да, это позитивный момент, но не стоит забывать то, что мы жарили евро не только потому, что верили в рост доллара, а потому что знаем, что Европейский Центральный Банк очень скоро начнет смягчать монетарную политику. И последний комментарий вице-президента ИЦБ Луиса Дегиндеса о том, что снижение ставок это уже, возможно, второй квартал, вероятно, даже его начало. ИЦБ, на мой взгляд, будет первым регулятором, который пойдет на смягчение политики, исходя из того, что показатели ВВП граничат с пропастью под названием рецессии. Нужно стимулировать экономику, нужно подловить этот момент, что мы, собственно, и делаем, в приоритете удерживая именно короткие позиции. И рынок нефти 81.15, текущие котировки доллар и рекордные показатели по росту запасов нефти США. На прошлой неделе плюс 12 миллионов баррелей. Это следствие таких же рекордных показателей добычи в Штатах. Поэтому сейчас фон, на мой взгляд, становится все более очевидным для развития нисходящей динамики. Самое главное, чтобы продавцов никто не спугнул. Ждем закрепления бренда ниже 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.